всем привет друзья сегодня мы с мамой готовим чанахи очень сытное мясное блюдо с обилием овощей и зелени можно сказать первое и второе в одной тарелке конечно вкуснее всего но в сезон овощей когда все ароматное и пахучее но хочется уже добавить летних красок и запахов сразу скажу что это не классический рецепт а вариации на тему грузинской кухни так всегда готовила мама она у меня с юга и по сей день это одно из ее любимых блюд поэтому учить вас не будем а приглашаем просто посмотреть традиционно готовят из баранины но мы используем говядину что доступнее 500 600 грамм мякоти у нас лопатка нарезаем небольшими кусочками чтоб быстрее приготовилась иногда я беру еще мякоть кострица она готовится намного быстрее овощи обычно берут в равном количестве но мы также корректируем по вкусу и в зависимости от сезона два средних баклажана нарезаем кубиками две большие луковицы очищаю и нарезаю либо кубиками либо полукольцами одну половинку пока оставлю мы добавляем немного свежего лука в самом конце для аромата на большую разогретую сковородку наливаю растительное масло и обжариваю мясо на сильном огне периодически помешивая это занят 5-7 минут нужно чтобы жидкость выпарилась затем добавляю лук и обжариваю еще несколько минут также на сильном огне когда лук с мясом подрумянится добавляю соль черный перец и пол чайной ложки приправы хмели-сунели тушить я буду не в горшочках а в казане он у меня небольшой на 3 литра у мамы раза в два побольше он уже нагревается на дно и положила небольшой кусочек сливочного масла перекладываю в него мясо с луком и пока накрываю крышкой огонь минимальный приготовлю томатную заправку крупно нарезаю два средних помидора и отправляю в блендер кожицу не снимаю туда же пару зубчиков чеснока и все измельчаю зимой например если нет вкусных помидор можно использовать томаты в собственном соку в чанахе обычно не кладут морковь но мы добавляем одну небольшую нарезаю ее кубиками вообще классический набор овощей это помидоры картофель баклажаны лук жгучий перец чеснок и зелень сразу нарежу один крупный перец морковь можно добавить к мясу вместе с луком или прямо сразу в казан сюда же кладу томатное пюре обычно к мясу закладывают слоями все овощи крупно порезанные и томят на маленьком огне либо в духовке полтора-два часа в глиняных горшочках можно сначала тушим мясо до готовности с добавлением воды а уже последние 15 минут готовится все овощи таким образом они не перевариваются сохраняют форму вливаю где-то два стакана кипятка чайная ложка соли чайная ложка сахара для баланса вкуса перемешиваю накрываю крышкой и оставляю тушиться на самом маленьком огне на час полтора до готовности мяса возвращаюсь к баклажанам их нужно посолить и оставить на 15-20 минут чтобы они дали сок обычно это делается для того чтобы они не горчили но не все баклажаны горчат я пробовала сразу обжаривать но так они впитывают слишком много масла да и вкус немного отличается в общем через 15-20 минут их нужно промыть водой и отжать удобнее всего просто хорошо промокнуть салфеткой на ту же сковородку где жарилось мясо ничего не мою наливаю буквально столовую ложку масла и обжариваю баклажаны на сильном огне пару минут немного присаливаю потому что всю соль мы смыли водой и это улучшит вкус картофель нарезаю крупными кубиками обычно его кладут меньше но так как сейчас не сезон овощей пропорции немного меняем заливаю холодной водой и пусть ждет своей очереди ну вот мясо уже мягкое можно закладывать картофель пробую на соль при необходимости добавляю еще пряности черный перец даю картошки закипеть затем кладу баклажаны и перец аккуратно перемешиваю накрываю крышкой и пусть готовится на маленьком огне минут 15 в зависимости от картошки нарезаю зелень обычно используют петрушку кинзу базилик у меня еще маленькая веточка укропа и зеленый лук которым я посыплю при подаче также измельчаю зубчик чеснока и смешиваю зеленью чтобы все ароматы соединились также нарежу несколько помидорок черри половину луковицы которую я оставила это придаст особую свежесть блюду когда картошка готова закладываем помидорчики нужно чтобы они закипели затем зелень с луком перемешиваем накрываем крышкой и выключаем огонь даем настояться ну хотя бы 15 минут готовое блюдо можно дополнительно посыпать свежей зеленью оно получается невероятно ароматным